Добрый день! Ну, прямой перевод это, ну, руки ребенка. Руки ребенка, чем он творит свои работы. Ну, у нас в «Совсак-выставка» это, во-первых, номинации были «Изобразительное искусство». То есть как раз и работы были связаны с умением детей, что ты делаешь? Аппликации детские, авторская кукла. Ну, сейчас, как вы понимаете, у детей очень, можно сказать, нестандартное креативное мышление, очень пытливый ум. И наша акция как бы направлена на то, чтобы ребенок мог проявить себя, показать себя, реализовать это все. Ну, и, конечно же, от этого получить свое удовольствие. Вот сегодня можно итог выставки, сегодня была церемония награждения детей. Сколько деток всего приняли участие? Так, в этой акции приняли 19 школ, 17 детских садов. Да, городского масштаба, 17 детских садов. И внешкольная организация, это дом дворец школьников, областной дом дружбы. Ну, такие пять организаций было. Ну, акция получилась масштабная, судя по тому, сколько учебных заведений изъявили желания. Да, мы думаем, что мы создали сегодня для детей праздник. Очень было приятно видеть их улыбки замечательные, их глаза сверкали, родители, педагоги были очень рады видеть их работы на выставке. Фотографировались, ну, было красиво, создали праздник детям. Ну, раз уж мы говорим о награждениях, о победителях, давайте назовем их, сколько человек вышли победителями. Ну, вообще, у нас работы сдали, вот сколько я перечислила, школ, где-то больше 350 работ. Это как вы говорили, да, это картины. Рисунки, не картины, рисунки, калаш авторской куклы, аппликация, все туда входило. Это жюри, сотрудники театра не входили. Жюри у нас было профессиональное, с 40-летним стажем, с торца школьников. Им было, конечно, очень тяжело выбирать работы детей. Многие работы, прям можно сказать, они отсортировали, потому что наши работы, выставка посвящена 8 марта, женскому дню, на тему маминой сказки. И вот дети должны были как бы изобразить, отобразить, какую же сказку мама им рассказала. И вот по этой сказке вот они нарисовали, сделали куколку, персонажа из этой сказки. Ну, у нас мы специально выпустили положение, чтобы было все по положению, то, что не... Не относится, да, к правилам игры? То есть отсортировала работы, которые не вошли в число участников, по каким-то там причинам особо? Отобрали 180 работ из 350 работ. Ну, скажем так, половина, да, попала в число настоящих участников. Из 180 было 27 лауреатов. Это первые, вторые, третьи места по номинациям изобразительное искусство. У нас оно это все шло еще по категориям, по возрастной категории детей. Это 5 и 8 лет, 9 и 10 лет, 11-13 лет. В итоге? В итоге, как я же повторюсь, 27 лауреатов, 150 дипломантов. Первые, вторые, третьи места вы не назначали? Ну, просто лауреаты, 27 человек по номинациям, по возрастным категориям. Ну, тоже хороший результат, судя по тому, что более 300 работ. Дети награждались памятными призами, вот такими дипломами, где, конечно, изображено... Посмотрите, как яркое, вон, саусак. Ладоши, рукотворные, да, вот то, что творили работы детей. Так, еще. Мы вот, сотрудники театра Лакай, тоже сотворили вот такой своими ручками смайлики. Вон, саусак. Прелесть. Это мы тоже дарили детей. Да, вот тут. Вон, саусак. Вот мы тоже своими руками сотворили вот такое вот чудо. И, конечно же, подарили детям приглашение на спектакль, который состоится 26 марта в 11 часов. Спектакль «Гадкий утенок». Это каждому дипломанту, каждому участнику, который вышел дипломанта, дарили вот такие вот пригласительные. Скажите, вот такая акция, выставка, она впервые прошла в нашем городе? Да, это мы в этом году впервые решили и вот провели эту акцию. Ну, какие-то плюсы, минусы успели заметить? Будете ли в дальнейшем дальше продолжать? Надеемся, что мы теперь в каждый год постараемся проводить такие акции. Постараемся. Что для этого нужно? Что для этого нужно? Ну, акции, конечно, не очень просто привести. Финансовые затруднения были. Конечно, мы вышли с этого положения. У нас были спонсоры, помогли. Спонсорская помощь. Спонсорская помощь. Конечно, своими силами тоже театр выделил деньги нам. Что вы можете сказать о детках? Что они изображают? Каким они видят свой мир? Какими они видят своих мам? И какие сказки, возможно, чаще всего, вы заметили, встречаются в работе детей? Работы были разнообразные. Как я уже говорила, что у них очень мышление креативное, современное. Даже вот сейчас очень много современных сказок. Вот они это все-все-все выявили. Вот что, например, взрослый что-то утаит, а ребенок этого никогда не утаит. Он, например, ему понравилась сказка, вот этот персонаж. Он его изобразил. А мамы были великолепные. Великолепные. Ну, можно сказать, ну, прям автопортреты. Мам тоже изображали, да? Да, да, да. Как мама им рассказывает, в каком положении. Ну, это все они изобразили. О чем, что видели, что думали. Это все изобразили. Ну, вот интересно, потому что по этим работам можно судить, насколько наши дети не только развиты, а насколько они правильно впитывают ту информацию, которая сейчас достаточно много в этом мире. Что они выбирают, какие сказки читали наши дети. Это же сейчас тоже очень важно, потому что существует проблема. Детки перестают читать, детки не знают сказок, если с ними не заниматься. Вы увидели эти пробелы или нет? Или все-таки у нас дети грамотные, которые знают, изучают произведения литературные? Конечно, дети, чтобы они не смотрели фильмы, мультфильмы, сказки, они свежепоучительные. Дети это, как бы, принимают это все. Изучают, принимают, это все отображают. Ну, я по поводу того продукта, который сейчас имеется. Который сейчас имеется. Да, который нужно, наверное, тщательно сортировать для того, чтобы что-то попалось ребенку на глаза, что-то не попалось. Вы сами, как организаторы вот такой акции, на что направляли детей, и что увидели в оконцовке. Какие работы, какие сказки популярны среди нашего подрастающего поколения. Какие сказки? Что вот сейчас смотрит нас, допустим, молодая мама, что бы вы ей порекомендовали? Что читать своим деткам? Куда водить? Конечно, чтобы все было поучительно. Чтобы дети учились хорошему, прекрасному, красивому. Чтобы не было жестокости. Вот вы сами своих деток как воспитывали? Можно вспомнить? На каких произведениях? На каких произведениях? Они сейчас у меня уже большие. Как я помню, можно сказать даже, даже не знаю. Не знаю, не могу сказать. Ну, в театр-то водили? Если честно, нет. И даже в театр не водили? Не водила. Но, тем не менее, дети выросли, и все нормально. Дети выросли. Хорошо, давайте поговорим о театре тогда. Намечается премьера. Что это будет за спектакль? Восьмое марта, так как восьмое марта, мы все будем поздравлять своих мам, бабушек, будем дома отдыхать. И на восьмое марта в театре «Кукол Аллака» 10 марта будет проходить спектакль «Гадкий утенок» в 11 часов. Ну, это будет посвящено 8 марта. Спектакль кем подготовлен? Можно рассказать в нескольких словах? Так, «Гадкий утенок». Это наши оттюбинские авторы, постановщики. Так, этот спектакль поставлен по сказке Ганса Христиана Андерсена. Режиссера мы пригласили, сейчас не могу даже вспомнить, с России. Режиссера пригласили, диталию российским режиссером. Сказка поставлена полностью. Ну, сказку-то мы знаем, мы-то взрослые знаем, и наверняка все, кто знает, поведут обязательно своих деток на этот спектакль. Но мы тоже хотим пригласить, не проходите мимо, посещайте театр, учите деток ваших всему самому доброму, и самое главное, учитесь на народных сказках. А у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителя. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. У меня дети ходили в ваш театр, да, вот Аллахай, это хороший театр. А сейчас они выросли, они подростки. Ну, конечно, все равно хочется туда ходить, и детям хочется ходить. Но им просто такое пожелание, да, чтобы и для подростков. Вообще, это люди все остаются детьми, хочется всегда что-нибудь интересное. А пускай это, они там тоже вот пишут для подростков тоже что-нибудь такое, чтобы учить их доброте всему хорошему. Большое спасибо за ваше пожелание, за ваше мнение, я думаю, что оно будет учтено. Кстати, возрастные ограничения были в этой выпуске? Нет, у нас есть спектакли, которые могут прийти взрослые. Это как журавлиные перья, отпусти по воде и лети, от ягутай басар. Ну, пожалуйста, могут и даже взрослые прийти на это спектакли. У нас вообще ограничений никаких быть не должно, и старые и млады могут прийти, и, конечно, получат у нас удовольствие. А вот по поводу таких вот мероприятий, выставок, акций и всего прочего, подростков и деток постарше, допустим, старше школьников, У нас нет. Пожалуйста, пусть работают, приносят свои работы. У нас есть, например, до этого у нас, вот сегодня у нас в Саусах выставка, до этого у нас тоже выставка детских работ. Это у нас как вот, года три, наверное, четыре. Вот ребенок, например, посмотрел сказку, понравившего персонажа он отобразил. Эти работы висят у нас в театре. Кстати, работы вот с этой выставки где можно увидеть и когда? Так, работы эти выставки, конечно, они у нас в театре. После мы эти работы победители хотели бы подарить детским домам. Вот центры есть реалибитационные, подарить эти работы. Пусть они висят на стенах этих учреждений, ну и радуют, конечно, глаза детей. Хорошо, большое спасибо за то, что рассказали нам о вашей акции, о вашем театре, о спектакле и вообще о том, что спасибо, что мы поговорили с вами о добром. У нас в гостях сегодня была Гульнара Бесингалева, менеджер по зрителю театра «Кукол Алакай». А вам всего доброго, до свидания. Учите детей добру.